Здравствуйте, с вами Диктор Шеф, в данном виде ролике я бы хотела с вами поговорить о моем ротационной жизни, думаю вам будет очень интересно, да, знаю, это никому интересно, в общем, я буду снимать сегодня влог, я езжаю в другой город нашей страны и подумала, почему мы будем снимать влог, собственно говоря, при тебе кто-то тебя запрещает, ну да, короче, я уже как бы ехала на автобусе, ну на специальной машине для поездок, уже вернулась, и сейчас мы вернемся на тот момент, когда я только что зашла в баталь. Просто посмотрите на мои волосы, мои волосы топ, я знаю. Тут еще есть вот такая вот ванна, я обожаю такие ванны, это просто топ и моя мечта, надеюсь, что я смогу сюда сегодня попасть, потом тут есть две вот такие кабинки, и это, кстати, большой номер, так что это здорово. Еще я давно хотела поменять ковру, потому что она мне не нравится. В общем-то, ребят, я уже вышла, и вот так я выгляжу сегодня. Вот так я снимаю, как я снимаю, потому что тут нормально светом, ну как, не нормально свет, но он не такой яркий, как бы, как я сейчас смотрю, то это по-моему, а не хорошо. То есть, в клаване, это не все отлично, но вот эти на край, но это уже, тем более, не боюсь, там, в общем-то, не нафиг, я не знаю, да, если мы попробуем, покажу вам какие-то единицы, первые дни, думаю, какие-то нет. Это я уже взяла свою еду, сейчас я еще что-то возьму и пойду. Ну, кажется, я хочу набрать, как бы, полностью, ну, в общем, посмотрим. Очень много всего, я прям даже не знаю, что взять. Представляете, какие пирожные. Я взяла полную чистую тарелку, чтобы набрать сюда еды, ну, в принципе, зачем она еще? Так что, да, сейчас я посмотрю, что еще есть. Как бы, тут они сами дают тебе еду, а ты говоришь, что больше, и они тебе дают. Это, не знаю, что, почетно, сколько всего, блин. В общем, я взяла сосиски. В общем, взяла сосиски, давайте выйдем на улицу, чтобы вы меня нормально видели, и мне кажется, что вы меня не видаете нормально. Ну, окей, это вроде как лучше, в общем, я взяла, значит, варенье, взяла сосиски, и вообще очень много всего взяла. Ну, знаете, бывает, когда ты из голодного края, вот это я. Это на самом деле я. Я что только не взяла, я взяла абсолютно все, что там было. Там было очень много вещей, очень много сладостей, и, честно говоря, я бы сразу все это все съела, но я, в конце концов, не ангут какой-то. Мой живот это все не поместится, но если поместится, то я удивлюсь, потому что, типа, о май гаааа. Значит, значит, что я взяла? Там были очень вкусные панкейки, они просто моя любовь. Я не знаю, если они остались, то я, скорее всего, возьму еще они, потому что, блин, они очень вкусные. Я их ела с нутеллой, нутелла тоже была очень вкусной. Все было свежее, абсолютно все. То есть, я даже не могу сказать, что что-то было не так, что-то было не то. Все было вот просто на высшем уровне. Кстати, тут завтрак до 11, так что, кто не успел, тот и не успел. Сейчас я, наверное, пойду налью себе чай и выпью что-нибудь с чаем. Также я взяла сметки. В том, что я взяла очень много булок, я даже не подумала, типа, лучше я возьму хлеб и буду есть сметана, там, ну вот все вот такие. И здесь, чем у города, тут все свежее. Обычно у нас вот из центрального города, то есть, я не знаю, районы есть на русском. Я просто, иногда у меня такое бывает, что мой родной язык азербайджанский, и я иногда думаю, а на русском вообще такое слово есть. Иногда также так бывает, что, например, на азербайджанском какие-то слова и на русском есть, ну и также наоборот. Окей, ладно. Мне очень нравится то место, что, вы знаете, я поднялась на, не знаю, второй этаж, что ли. Сейчас, короче, вам покажу все. Ну, короче, смотрите, я поднялась вот отсюда. То есть, я оттуда вышла, там, где завтрак, и поднялась вот отсюда. Тут у нас очень красивое место. Мы, наверное, еще по один спустимся, там, вот. Ребята, я, наверное, сейчас пойду туда кушаю, и потом уже налью себе чай. В общем, сейчас быстренько пойду. Кстати, я вышла из-за того, что не было ни комфорта снимать, там было много людей и шумно, так что я думаю, что вам тоже было неудобно, и так намного лучше. Как раз я и это место вам показала. Я только что поняла, что тут были лестницы, как бы. Да, ну, бывает, ну, с кем не бывает. Окей, короче, заходим. На меня просто обратили внимание все пчелы, все... О, боже, я испугалась, какие. Все мухи, все население, животное. Да, короче. Уже зашла вода. У меня были собраны волосы, если вы помните. Ну, конечно, помните, это было секунду назад, как бы. Ну, окей, ладно. В общем, я уже в воде. Не спросите у меня, как я умудрилась намочить волосы. Сперва я их не хотела мочить, но я до этого не додумалась. Я подумала, я тут буду делать всякие бомбочки. Я не знаю, ну, что-то вроде этого. А тут, как бы, нифига тебе. Тут, как бы, ну, тут не глубоко. Как бы, давайте поплаваем еще. Да, с одной рукой очень комфортно, а с другой держать камеру, ты просто, знаете ли, прям мистически. Кстати, вода тут очень теплая. Мне это не нравится. Нет, это, конечно, очень здорово, что вот это тепло. Она не такая вот прямо холодная и так далее. Но тут дело в том, что это слишком темло. То есть, бывает, когда вода теплая, а тут она, как бы, ну, совсем теплая, и это немного некомфортно. Не знаю, провален я или нет. Это вода не в бассейне, то есть, это не хлорка. Я думаю, это, наверное, море. Из моря вода. Но, знаете, это, как бы, тоже нехорошо, потому что инфекция, коронавирус, тем более. Как я говорю о самом месте, вот такое вот место. Ну, Петя, конечно, топ. В общем, вода стала еще теплее, потому что, ну, как бы, солнце. Где солнце? Ну, короче, господи, посмотрите, какие красивые облака. Это просто капец. Это нечто. Мы еще хотим куда-то туда, наверное, вечером пойти. Я не уверена в этом. Но, скорее всего, пойдем. Ну, в общем, да, как-то так. Мне нравится этот домик, но я даже не знаю, что там. Но окей, бывает. Не знаю, заметили вы ли или нет, но тут, как бы, везде вода, то есть даже вот в этом начале. Так что, да, это немного некомфортно, неудобно. На самом деле, я очень сильно люблю вот эти все бассейны и так далее. Также я бы хотела сказать свой план. Наверное, после этого мы пойдем отдохнем немного в отеле. Далее мы пойдем кушать. И уже далее, я не знаю, что мы будем делать, но у меня примерно такой план. В комментариях, как вы собираетесь отдыхать с этим летом? Мои планы лично таковы, что я собираюсь, ну, на данный момент собираюсь в свою компанию. То есть собираю несколько людей, которых я хочу видеть, которые мне приятные, которые, ну, настоящие друзья. И сделать это, как вот в американских сериалах, в фильмах бывают такие компашки. Я очень многим людям написала, что давайте с вами вижу, чтобы, ну, я чтобы сдала лучше человека, и мне было намного легче и так далее. Но тут дело как раз таки в том, что у меня нет на это времени. Вот реально. Ребята, я просто обязана это вам показать. Вы просто посмотрите на вот это вот чудо, я просто, блин, руки. Во, это, это просто божество. Кстати, я хочу туда на площадку. Ребятки, мы, в общем-то, уже пришли. Кстати, посмотрите, тут такое зеркало, еще есть, оно просто топовое, оно мне очень сильно нравится, можно сделать какие-либо ходочки. В общем, я сейчас буду уже купаться, потому что дальше мы сейчас пустыненько пойдем гулять. Так что, да? Купаем? Почему бы не перекусить? Ребята, короче, я уже приехала, встретились с моей одноклассницей, с моей подругой, поздоровайся. Всем привет! Короче, мы сегодня решили нажраться до полной катушки. У меня нет браслета, который позволяет идти, ну, там, короче, есть... Вот такой вот браслет. Ужасно желтый. Передает слово этой девочке. Ребята, я плохо выглядит. Ты нормально выглядит. Короче, ребята дают, чтобы ты покушала, если у тебя этого браслета нет, то ты не можешь заходить туда и брать, и ты. Есть тут только... А это снимать невозможно, как вы понимаете. Это возможно снимать, просто мы с тобой такуем. Если это самое, то не важно. Короче, тут можно только лишь завтракать. О, я не знаю! Всё. Обед это можно? Нет, это прям... Тут можно завтракать, это будет бесплатно. Ну, например, обеду и тут нету, и есть ужин, за него надо платить дополнительные деньги. И, в общем-то, по этой причине тот, кто заплатил, чтобы... Минска ездит, да? А? Минска ездит. Да, конечно. Чтобы люди различали, то есть официанты различали, кто платил, кто нет, даются такие вот браслетки, которые на Азии. В общем, сейчас она идёт мне брать еду, потому что я не платила за это. И, типа, а если моя подруга платила, зачем я должна? В общем... Умно! Вот серьёзно! Экономия! Слушайте! Катушку. Сейчас вот эта вот девушка, девочка, женщина... В общем, брать еду. Что возьмёшь? Мы возьмём гамбургер, если не будет обязательно с картошкой и колу. И как раз, кстати, мы тут долго не могли найти место, потом я вам покажу другое место, на котором мы искали. Тут есть ещё вот поляна такая, но я вам потом покажу. Ну, и давайте пока подождём, пока вот эта вот девушка даст нам еду. Аза там берёт, выбирает еду. Смотрите, какой прекрасно, красивый рассвет. Это нечто простое. Колу, короче, и сейчас будем пить. Да? Аза, приём. Почему ты не хочешь колу? Ну ладно. То есть, ты хочешь сказать, чтобы я это всё пила? Окей, без проблем. В общем-то, ребята, как я и обещала, я сейчас вам покажу вот этот вот отдельный отдел для всяких игр. короче, для детишек. В общем, тут очень весело. Давайте я вам покажу сейчас всё. На данный момент я нахожусь на вот этой вот штуке. Без понятия даже, как она называется, ну-то и какая разница. Правильно, правильно. В общем, тут у нас есть вот такие вот игры для маленьких детей. К счастью, тут никого пока нету, но вечером тут бывает особо много людей. Но сейчас вообще никого нету, ни детей, никого. Там есть качельки. То есть, вот есть такие вот штуки. Типа, ты вот так залезаешь и всё. И есть вот такие вот качели, которые там. А вот там, как бы за этим всем, ужин, который мы вчера брали с Азой. Помните, я вам сказала, что надо специальный браслет и так далее. Так вот, это вот там, вот в том месте. Кан закрыта и открывается только вечером, то есть для ужина. Короче, я вспомнила детство и мне закатилось тоже вот тут везде покататься, но мне такое чувство, что я сейчас красиво упаду. Да, опа. Всё, прикиньте, я такая профессионал, что я залезла сюда. Ребята, как мы тут сикатались. Тут, кстати, ещё девочка одна оказывается, я ещё не видела её. Вы знали, как я испугалась, когда я её видела? Она так резко прокатилась по горке, можем и мы вполне. Типа, а зачем мы себе это не разрешаем? Так, опа, давай. блин, вот это я называю детство. Помните вот эти вот все моменты, когда, кстати, вот там есть змея, сейчас пойду вам покажу. Тут есть всякие домики специальные для людей, которые хотят отдельно жить, а также мне была себе отдельный домик. Понятное дело, это стоит намного дороже, но зато это клёво, смотрите. Серьёзно, это стрёмно. Знаете, по-моему, я боюсь больше пчёл, чем змей. Я не знаю сама зачем, почему, как и так далее, но почему-то я их боюсь больше. Еее. Значит, вот, вот там этот домик, там есть специальный бассейн и сам дом тоже большой. Значит, как я узнала, что тут змеи? Опа, вот. Видите эти дырки? Вот там змеи. И мне немного стрёмно, так что я, пожалуй, тут долго не буду оставаться. Тут также ещё бабочка, где она? Надеюсь, что вы её видели. Да, увидели. Опа. Да, окей, ладно. в этот отель я всю жизнь ехала, но на самом деле на данный момент название само поменялось, то есть раньше был Риксет, а сейчас там Боба Лейс или и я не знаю, как это произносится. И знаете, я просто кайфую от этого отеля. На самом деле, я бы сказала, мне намного было интереснее в детстве, когда это ещё было Риксесом. По-моему, тут было намного интереснее, но, может быть, я ошибаюсь. Мне так не было, наверное, три года, потому что раньше, я помню, каждый раз в детстве, у меня болят ноги. Окей, бывает, бывает. Когда я тут была маленькой, мне было где-то три года, мы впервые сюда приехали с моими друзьями, видите, мы каждый год, даже больше, сюда всегда езжали, то есть мы приезжали в этот район, и езжали в Риксес, в котором на данный момент я в отеле. И из-за этого я знаю очень хорошо этот отель, потому что мы всегда тут были, всегда оставались. хотела пройти вот отсюда, но я подумала, может, туда камеру поставить, так что потом, может, снизу. Сейчас мы посмотрим, что я сделаю, будет очень любопытно. В общем, давайте проверим. Я не знаю, видите ли вы меня, Илья, надеюсь, видите, я сегодня впервые буду идти. Нет, не впервые, но я очень давно не шла. Я старуха. давайте, я почти... А! Ой-ой-ой! У-у-у! Ребята, мы это сделали! Да! Я вот так устала, потому что я прошел через это. Также мне пришлось через горку залезть, чтобы положить целую камеру. окей, я признаю, я думала, это будет страшнее, но это было сложно, а вот мне ноги болят. Но теперь мне хочется в тысячу раз больше пойти оттуда. Давайте спустимся по горке. Знаете, я чувствую, что вы подумаете, у меня была лярочка, и вы будете абсолютно правы. Потому что так и есть. я надеюсь, очень сильно надеюсь, что... Вау, как клёв здесь. Я очень сильно надеюсь, что это у меня получилось, мне не придется смотреть, как получится с другого ракурса. Окей. они сделали на вот этой вот площадке. На данный момент я уезжаю, я не знаю, мы будем кушать, обедать или нет, но скорее всего, да. Да. Или мы просто поедем домой, ну в общем, увидите поле. Ну, в общем, увидите далее. Ну, кратко говоря, увидите далее. Я не знаю, что с моим телефоном, однако, я просто решила, что и так сойдет, в принципе, почему бы под такой экран не показать. Окей. Я надеюсь, этот видеоролик вам понравился. Если вы хотите видеть больше влогов, то ставьте лайкусик, после 15 лайков я буду выпускать их намного больше, но это зависит опять-таки от вас. А с вами была Нарименшая, на огромное спасибо за просмотр. Оги-доги, до свидоки.